Добрый день, уважаемые коллеги. Решите представиться. Леонид Дмитриевич, я работаю с профессором Прохоровым и большой дисциплинарной командой по изучению метода воздействия холода при опухолевых заболеваниях. Позвольте представить данные ретроспективной серии случаев по изучению оккупирования боли и длительности локального контроля у пожилых пациентов с опухолевыми заболеваниями различной локализации методом черескожной криабляции под КТ-навигацией и УЗИ-контролем. Данный метод использует инструмент криабляции, такой, как медицинская криотерапевтическая система. Основным рабочим компонентом выступает криозонд, находящийся на конце иглы криозонда криокамерой размером 3 см и температурой охлаждения до минус 200 градусов. При охлаждении возникает в тканях опухоли распространяется ледяной фронт и образуется ледяной шар размером порядка 44 кубических сантиметров или визуализируемой в виде окружности двух диаметров от 4 до 2,5 см. Основными показаниями для криабляции метастазов в кости является неконтролируемая боль в диапазоне от 4 до 10 баллов по скале метастатическое заболевание то есть наличие двух и более очагов литические и склеротические метастазы подвергаются воздействию а также наличие мягкотканного компонента ну и также необходима четкая визуализация опухоли возможные осложнения это отек мягких тканей некроз кожи при криовоздействии а также лихорадка естественно что выше 38 градусов от 1 до 3 дней это скорее всего рассмотрим как специфические осложнения для процедуры криабляции поскольку другие осложнения такие как возможное кровотечение они характерны и для классического хирургического вмешательства вот пример криовоздействия на кость функционным методом использования криоаппарата и а также трех криозондов здесь используется УЗИ навигация мы видим крио мы видим деструкцию костной пластины плеча и это место для входа ввода криозондов и деструкции опухоли в кости вот здесь как раз изображение КТ изображения криозонда введенного в опухоль и дальнейшие деструкции на представленном слайде мы видим состояние опухоли в головке плечевой кости до вмешательства и после вмешательства опухолевый рисунок разрушен наблюдается крионекроз образования полости в головке плечевой кости это изображение МРТ по сравнению в сравнении до и после криоабляции здесь мы видим некротическую опухолевую ткань взятую после выполнения процедуры криоабляции видим что тотально некротизированная опухоль и в нашем исследовании применялись в нашем исследовании исследовались пациенты с различными первичными локализациями а также с метастазами в кости грудины бедра кисти плеча воздушной и седалищной костей при этом опухоли различной морфологии по данным нашего исследования обезболивания хорошего достигли все пациенты но не у всех был полный ответ на лечение у четырех из шести пациентов сохранялись боли до двух баллов локальный контроль при этом продолжаем наблюдать за пациентами два из них спрогрессировали у одного из них было общее прогрессирование дегенерализация процесса у одного локального прогрессирования необходимо было выполнить ампутацию конечности основным осложнением единственным осложнением которое встретилось нам при данном исследовании была лихорадка в течение десяти дней которая была оккупирована сначала обычными противовоспалительными средствами но поскольку это не помогало проводилось применение антибиотиков и на одиннадцатые сутки температуру удалось купировать и пациент чувствовал себя очень хорошо можно сделать следующие выводы что при нашем исследовании хорошего обезболивающего эффекта добились удалось добиться у шести 100% пациентов локальный контроль достигнут у четырех пациентов из шести это 67% и достигнута приемлемая безопасность лечения но также дополнительно хотел добавить что в будущем по данным некоторых исследований можно рассчитывать на иммунологический ответ на кривовоздействие и в данном на данном слайде представлена информация о клонотипах рецепторов т-лимфоцитов которые появляются новых клонотипов которые появляются на т-лимфоцитах позволяет оценивать перспективным изучение иммунного статуса после кривовоздействия внутри опухоли кроме того повышение несколько раз периферической крови уровня CD4, CD8 и CD11 т-клеток у некоторых пациентов позволяет в дальнейшем оценивать эффект кривовоздействия на отдаленные метастазы при регулярном воздействии на первичную опухоль или последовательно на разные очаги спасибо большое за внимание готов ответить на ваши вопросы спасибо так коллеги вопросы пожалуйста какое-то системное лечение пациенты получали в то время когда они получали криохирургию когда крио получали системное было параллельно да конечно если мы видим наблюдаем что мы наблюдаем что есть пациенты метастазы в кости естественно проводится классическое лечение с использованием остеомодифицирующих агентов и на фоне неэффективности данного лечения уже привлекаются другие методы в том числе и криохирургия может как на ваш взгляд может ли криодеструкция в тех случаях когда невозможно хирургическое вмешательство заменить большую хирургию не знаю большую малую здесь два подхода есть и один из них это радикальное лечение до радикальное лечение на ранних стадиях заболевания часть из этих методик включены в рекомендации американские рекомендации это опухоль легкого и рак кожи базарно-клеточный рак кожи есть подходы палеотивного лечения одновременно мы можем здесь говорить о том что в том числе и такие заболевания как рак легкого большой распространенности с опухолью Т2 Т3 также с отдаленными очагами в парамхематозных органах либо в подкожной клетчатке и костях здесь возможно применение криохирургии как альтернативного метода он требует дальнейшего изучения но в случае если больной допустим отказывается от радикального лечения хирургического можно использовать криохирургию как один из вариантов спасибо спасибо так коллеги есть еще вопрос пожалуйста вопрос 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 а вот допустим я немножечко пропустил если вы делали криодеструкцию пациентам с единичными солитарными очагами в костях а если у одного пациента было несколько очагов допустим в нескольких костях как вы лечили таких пациентов это было несколько сеансов и вообще были ли такие пациенты это было несколько сеансов криодеструкции или возможно сделать допустим, воздействия на несколько очагов за один наркоз, за одну процедуру? Был один такой пациент в нашем исследовании. У него была опухоль, отдаленный метастаз кисти при раке легкого и как раз плечевая кость. Этого пациента мы лечили отдельно. То есть лечили отдельной кистью, отдельно плечевую кость. При этом в некоторых случаях при лечении плечевой кости нам потребовалось повторное вмешательство. То есть через три месяца развились повторно боли, выполнено было лучевое исследование и провели повторную криабляцию опухоли плечевой кости. В некоторых случаях приходится выполнять повторное вмешательство, но в отличие, допустим, от других физических методов, каких-то лучевая терапия, мы можем 2, 3, 4 раза использовать наш метод. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!